Любовь Котова из Василковского района работает врачом в участковой больнице Станицы Березанской. Так сложилось, что на западе населенного пункта живет много пенсионеров и им трудно добираться в единственное медучреждение. Да и население Станицы больше 7 тысяч человек. Врачам сложно справиться с наплывом пациентов. Женщина просит у главы региона построить еще одну сельскую амбулаторию. По поручению губернатора на возведение нового кабинета врача общей практики выделено больше 10 миллионов рублей в рамках краевой программы. Деньги сегодня мы системно предусмотрели на средство офисов. Сам врач есть на примете, потому что здесь важен врач. Он должен знать наперечет историю болезни каждого жителя прилегающего или который входит в зону ответственности данного врача. И тогда это будет то, о чем мы говорим. И люди будут уверены в своем враче. Для этого и есть офисы врача общей практики. То есть он один, но отвечает за всех. Сегодня в крае активно занимаются строительством сельских амбулаторий. Власти поставили амбициозную задачу – возвести 500 кабинетов врачей общей практики к 2020-му. Каждый год в регионе их открывают больше 20. Вениамин Кондратьев акцентирует внимание Минздрава Краснодарского края, что нужно учитывать количество населения при возведении ВОПов. В Березанской он должен появиться уже до конца этого года. Жители уже видят, что реально строится офис. Поэтому, да, вот 28 декабря окончание официальное строительство. И, я думаю, с Нового года жители уже вполне могут пользоваться этим офисом. Такого же внимания требует и детский досуг. Жительница Станицы Полтавской, что в Красноармейском районе, попросила у губернатора помочь со строительством спортивной игровой площадки на базе одной из школ. Молодежь сейчас, я думаю, очень увлечена спортом. И тем более сейчас после чемпионата мира, я уверена, футбольного, да, я думаю, уверена, что футбол будет на первом месте. Поэтому хотелось бы, конечно, что-то футбольное, волейбольное. Я еще раз подчеркиваю, стратегически, чтобы мальчишки, особенно мальчишки, имели место сбора, потому что они так устроены. И не в подворотнях, и в темных уголках. Неважно, это большой будет город нашего края, или Астаница, или Хуторок. А там, где освещенное место, такова именно площадка является. Там есть условия для того, чтобы они могли позаниматься спортом, дать и выхлоп своей мальчишечной активности. Это, наверное, самое главное при назначении этих спортивных площадок. В Станице, где живет больше 28 тысяч человек, уже есть 6 спортивных площадок. Глава региона поручил выделить на строительство новой 4 миллиона рублей. Местные власти отчитываются, дети смогут освоить новые тренажеры и погонять мяч на полях уже до конца года. В сроках ремонта дороги, уверены строители Тимашевского района. Там отремонтируют транспортную артерию, ведущую к хутору Красноармейскому. Участок трассы длиной больше трех километров в аварийном состоянии, рассказывает главе региона жительница хутора Наталья Телепко. На место уже выехали асфальтоукладчики. По новому покрытию жители смогут проехать уже в конце октября. Для этого из краевого и местного бюджетов выделили почти 14 миллионов рублей. Такого внимания требуют все дороги края, уверен Вениамин Кондратьев. На Кубани второй год подряд увеличивают средства на ремонт и строительство транспортных артерий. В 2018-м на эти цели уже выделили 28 миллиардов рублей. Четверть из них уйдет на дороге местного значения. Инна Чайко, Алексей Комаров, Денис Перец и Денис Москаленко. Кубань-24. Краснодар.